Уважаемые коллеги, история появления этой темы в рамках PKI форума, она следующая. Я много лет в программном комитете, и когда в определенный момент взглянул на содержание тем, которые будут обсуждаться, в основном они вокруг электронной подписи. Но мне хотелось бы напомнить, что PKI это не только электронная подпись, и поэтому с этой точки зрения хотелось бы попытаться проанализировать развитие PKI в Российской Федерации. Но мне это немножко проще, потому что достаточно долго я был экспертом в АТЭС международные и пропустил всего лишь один PKI-форум. По положительным причинам я в это время в Пекине проводил семинар по одному из проектов, которые Российская Федерация делала в странах АТЭС. Части безопасности и применения электронной подписи. Последнее время работаю достаточно много в СО, и через меня проходит очень много проектов стандартов международных. С этой точки зрения тоже можно взглянуть чуть повыше на то, что у нас в Российской Федерации сейчас делается. По содержанию доклада я прошу не судить строго, это мое личное мнение как эксперта. То есть здесь нет следов ни одной из организаций, уважаемых, которые здесь есть. Ну, анализ развития PKI невозможен без истории PKI-форумов. Мне хотелось, конечно, на этом слайде вместить очень много информации, потому что история, она очень интересная. Правда, вот прошло 20 лет, грубо, и все участники первых PKI-форумов путаются в показаниях. В каком году был первый PKI-форум, кто на нем был, какие вопросы обсуждались. Но первый PKI-форум, он насчитывал не больше 30 человек, все поместились за одним столом. Обсуждались многие вопросы, но в основном о федеральном уполномоченном органе вопросы были. И как правильно построить УЦ. Кто-то, значит, как Александр Георгиевич Карпов хвастался, что он купил такой засыпной сейф, где будет храниться ноутбук с ключами УЦ, с закрытым ключом. Ну, в общем, обмен опытом. И дальше несколько PKI-форумов было в ноябре. Они организовывались силами компания сначала за удостоверяющий центр, который получил временное разрешение ФАПСИ на открытие удостоверяющего центра. Их всего было выдано 10 штук, пока ФАПСИ не окончила свое существование. Это все очень интересная история, это, собственно, для молодежи. Потому что мы как-то так потихонечку переходим в старшее поколение, незаметно. Это, конечно, обидно, с одной стороны, но хочется вот на молодежи эти факты донести. Потому что первые PKI-форумы были в ноябре, было очень холодно. Они были приурочены к выставке охраны и безопасности, которая в Лен-Экспо проводилась. И уже потом, с 2009 года, когда «Авангард» перенял эстафету по организации PKI-форумов, стало все более цивильно, и больше участников, и больше общения. И вы видите, что все как-то организовано уже не силами сотрудников, не профессионалов, а профессионально. Обсуждались вопросы очень интересные. И, конечно, все это нашло отражение истории PKI-форумов, которую вы еще уже посмотрели. Она стыкуется, история PKI-форумов, с историей вообще развития PKI-форумов. Здесь тоже на одном слайде я пытался в достаточно сжатой форме попробовать отобразить те основные этапы, которые проходили по развитию. Конечно, две больших эпохи есть. Это действие закона первого, номер один. И он был действительно номер один, этот федеральный закон. К счастью, я знаю всех участников, кто писал этот закон. И это люди, которые реально там в сжатое время выдали закон. Конечно, не без недостатков. Его критиковали, но, тем не менее, он позволял развивать PKI и устанавливать на основе договоров хозяйственные отношения между субъектами в электронной форме с применением подписи. Уже вот первый федеральный закон. Конечно, вторая большая эпоха – это уже 63-й ФЗ, который тоже все критиковали и критикуют до сих пор. И сейчас вы видите, сколько изменений в 63-й ФЗ постоянно вносится. Но об этом чуть позже. Вот вы видите эти такие основные эпохи, которые отражены на данном слайде. Конечно, пришлось пережить многое. И здесь вклад отдельных личностей тоже велик. Безусловно, велик вклад задворного Игоря Николаевича и братащенок Татьяны Николаевны, которые одними из первых начали строить систему доверия на основе кросс-сертификатов. Безусловно, здесь фамилий много, хочется упомянуть. Кое-какие фамилии есть и на слайде. Многие присутствуют в зале. Мне очень приятно, что вот это сообщество PKI-ащиков, которое отличалось всегда на PKI-форумах профессионализмом и достаточно откровенными разговорами и достаточно острыми резолюциями. Резолюции каждый год составляются в достаточно остром виде, но потом они потихонечку сглаживаются и превращаются в такие обычные лозунги о том, что все хорошо и мы движемся куда надо. Но мне бы в своем докладе хотелось бы показать, что не так у нас все хорошо и хотелось бы все-таки напомнить, что такое PKI. Во-первых, это инфраструктура, которая позволяет поддерживать доверие к цифровым сертификатам открытого ключа и решать задачи криптографические на основе асимметричной криптографии, которая у нас достаточно долгое время не развивалась, в основном развивались симметричные методы. Но последние годы, особенно, что мне приятно, молодежь в ТК-26 очень интенсивно работает над восполнением этого пробела. Дальше, вот постулаты, четыре постулата, которые всем известны, они говорят о том, что, ну, на чем, собственно, основано вот это доверие. Все, наверное, прочитали это, и особенно четвертый пункт, что водоустраивающийся подтверждает или опровергает принадлежность открытого ключа заданного лица. Ну, на мой взгляд, как профессионала в сфере идентификации и модификации, я хочу заранее сказать, что эта задача до конца не решена, вот только что Брашко в своем докладе и Александр Павлович частично Баранов озвучил. Это вот у нас некоторую незавершенность. Значит, главным объектом ПКА всегда были и являются цифровые сертификаты. Сертификат доступа, о котором у нас, к сожалению, ничего нет в нашей нормативной базе. А на самом деле, по моим оценкам, где-то порядка 10 миллионов таких сертификатов, если не больше, они интенсивно используются во многих ведомствах. И не говоря уже о корпоративных, у всех до сих пор стоит, ну, большинство, во всяком случае, Микрософский СИИ, и школу Микрософта прошли очень многие-многие наши системные администраторы и в государственных органах, и в частных компаниях коммерческих. И развитые системы ПКА, включая групповые политики безопасности и так далее, это все к всему уже привыкли. Ну, это первое. Второе. Сертификат, включая проверки электронной подписи, о котором много говорилось и говорилось, на каждом из наших ПКА-форумов. И, наконец, атрибутный сертификат, о котором у нас тоже, к сожалению, мало говорят. И вот сейчас проблема с МЧД, которая существует, может быть, можно было и попробовать решить с помощью атрибутных сертификатов. Я не говорю, что это панацея, я не говорю, что так нужно делать, но обсуждать это, наверное, нужно. Тем более с сообществом ПКА-специалистов, которые собираются на ПКА-форумах. Где нужна ПКА вообще? Для обеспечения доверенной среды между субъектами информационного взаимодействия. Вы видите области применения, которые здесь показаны, и определение доверия, которое у нас из стандарта в стандарт, переходит для того, чтобы понимать, о чем мы хотим достичь. Потому что платформа доверенной среды, которая сейчас запланирована в рамках проекта НТИ, она будет позволять всем разработчикам прикладных программных систем использовать инструменты доверенной среды для обеспечения безопасной удаленной работы. Взаимодействие между субъектами и объектами. Ну, хочется отметить, что, в общем-то, 63-й ФСМ можно назвать уже многострадальным здесь. Изменения все приведены. Я выделил жирным шрифтом те федеральные законы, которые, на мой взгляд, являются такими, но самыми основополагающими в этих изменениях. Но к задателям, естественно, возникает вопрос. А может быть, проще было написать другой закон, потому что эти бесконечные изменения, которые вводятся, и бесконечные нормативные базы, которые множатся и множатся, а, в общем-то, в то же время у нас нет до сих пор основополагающих законов, таких как закон об электронном документе, об электронных сделках и так далее, и так далее. Вот это одна из проблем, которую хочется сразу по ходу обозначить. Теперь, значит, вот взялся я за эту тему, если бы заранее знал, что она будет такой сложной, я бы не взялся за эту задачу, потому что, несмотря на то, что, в общем, опыт есть, и научных подходов, и прошел неплохую научную школу еще в ЦАГе в свое время, 13 лет отработал, но эту задачу оказалось решить не так-то просто. Ни в мире, ни у нас в России нет никаких показателей и критериев развития PKI. Я прошерстил и мировую всю, и научную, и стандартную, ну, базу стандартов и так далее. Подходов нет. Поэтому я бы пытался сделать, допустим, по уровню проникновения. Ну, у нас Росстат говорит, что там у нас 17 миллионов там школьников, 4 миллиона студентов, 10 миллионов дошколят, там 30 с лишним миллионов пенсионеров, из которых там 10 с лишним миллионов за рубежом живет, и так далее, и так далее. Все очень интересно, но вот сколько людей потенциально могут пользоваться PKI, это Росстат не дает таких данных, ну, и требовать, наверное, с него не надо. Поэтому какие-то оценки, вот я нашел то, что делала Федеральная налоговая служба, называлась сначала цифрой 7,2 миллиона, сейчас уже называется цифра около 8 миллионов. Мои оценки, вот порядка 10 миллионов, использует PKI в задачах доступа. Это уже вот мои личные оценки. Дальше. Можно бы было, казалось, показателем выбрать, значит, области использования, которые перечислены на слайд. Ну, и попробуем это сделать. Третий пункт пока перенесем на дальше. Критериев нет. Вот, значит, как раз по второму пункту. Как можно оценить развитие PKI? Вы видите, что у нас, в общем-то, успехов в PKI достаточно много. У нас работает и портал госуслуги.ру, и ФНС России, ГАЭС, пенсионный фонд, нотариат и так далее. Да, есть площадки и приложения спецоператоров. Извиняюсь, если там я вот нарушил какую-то субординацию и кого-то поставил впереди всех, но вот здесь присутствуют там коллеги из ТАКСКОМ, они вроде не возражают из контура, я тоже не видел, что они на первом месте. Это не важно, кто на каком месте стоит в этом списке. Нам важно то, что есть площадки, есть приложения спецоператоров, и они достаточно с той или иной степенью успехов работают. Есть еще и федеральные торговые площадки по коззакупкам. Вы все с ними сталкивались, 44-й ФЗ и последующие тоже. Коммерческие торговые площадки, площадки по реализации имущества и так далее. И здесь вот часто выступал Илья Димитров, он всегда говорил, что Российская Федерация впереди планеты всей по объемам сегмента B2B по электронной коммерции. В принципе, я с ним согласен, хотя я отслеживал специально первые годы и развитие PKI у нас. У нас B2C вообще были объемы до 2008 года или 2009 года гораздо выше, чем B2B. Пока не заработал B2B энергия и вот другие эти площадки. А до этого времени у нас в основном был B2C, но B2C тоже был урезанный. До сих пор большая часть из нас не доверяют покупкам в интернет-магазинах во многих. Пока нам не принесет курьер и мы не увидим, что товар соответствует тому, что мы заказали, не пощупываем, не попробуем, мы не оплачиваем. Правильно? Это фактически не электронная коммерция, а электронная витрина. До сих пор это основной способ. Мы доверяем только таким монстрам, как Озон и так далее, и так далее, в которых там точки выдачи сейчас везде чуть ли не в каждой деревне появились. Это тоже вот такое интересное анализ. Ну, надо тоже как-то попробовать это все проанализировать, но оцифровать мне не удалось пока. Теперь о проблемах. Конечно, хотелось бы поговорить о проблемах. К сожалению, так вот сложилось же, что нормативную базу у нас пишут юристы без учета мнений технарей. И вообще, значит, хотелось бы поднять этот вопрос достаточно серьезно, потому что экспертное мнение сообщества, оно не только в ПК, во многих вещах у нас стало отодвигаться. То есть наши государственные, ну, назовем чиновники прям, очень редко советуются с экспертами. Я сам был много раз, ну, в экспертных советах Мин, еще тогда не цифры, а Минкомсвязи. Выслушивали наше мнение, потом говорили, у нас свой план, до свидания, мы все равно примем то, что мы считаем нужным. Очень хорошо. Зачем тогда собирать экспертов? Если не будет участия экспертов, мы никогда не получим хорошие работающие законы. Это вроде очевидная вещь, еще и Лария Лаврентьевна Батила, она вот на этом построила, собственно, и свою систему, и основы информационной, Нина Ивановна, как это называется правильно? Информационного права, да. Вот, в части нашей именно. Это вещь, которая, в общем, вроде очевидна. Дальше. До сих пор у нас ведомственная раздробленность есть, потому что есть наследованные такие вещи. Кто-то еще строил свои системы PKI, используя новелловские сети, кто-то там IBM и так далее. Это вот все до сих пор. И сегодня вот Брашко только что показывал, что до сих пор форматы сертификатов у нас тоже, форматы контейнеров не до конца совпадают. Это все наследие вот нашей феодальной раздробленности, которая была в свое время. На мой взгляд, до конца не решены тоже вот проблемы идентификации личности владельца. Ну, почему? Вот, если вы изучали 63 ФСЗ, вот обязанность УЦ по определению личности, исторически она была в 18 статье. То есть, вот первые статьи, которые вроде все читают внимательно, а это там, ну, обязанности УЦ. Вот это тяжелое наследие, оно до сих пор и тянется. И до сих пор проблема идентификации. Я не понимаю, что такое удаленная идентификация. И зачем, и кому нужно удаленное открытие счетов, например. Только-только ФНС со всеми фирмами, однодневками разобралось. Александр Павлович на эту тему много докладывал, что на один паспорт до 20 или 30 тысяч предприятий могли открывать. И, значит, вот это вот опять такое вот для... Кому это нужно? Мошенникам. Потому что нормальный человек... Я вот банкиров спрашиваю, кому нужно там по лицу и по голосу, значит, открывать счета. Они говорят, ну, вот непонятно. Вы обратитесь в нормальный банк, да, Ситибанк там, не говоря уже в Бэнк оф Америка или там в Джипи Морган. Там, извините, вам столько нужно документов принести, чтобы открыть счет. А у нас вот такое вот... Ну, значит, это тоже надо обсуждать, обсуждать с экспертами. Ну, и последнее. Вот до сих пор появляются непродуманные с технической точки решения. Я не хочу обидеть никого из наших государственных уважаемых органов, но, значит, вот эти проблемы, они... Здесь написаны только некоторые, их на самом деле много. Если бы мы работали сообща, то, думаю, что часто мы бы находили выход из любого положения, потому что мозги на то и есть, чтобы находить выход из любого положения. Ну, коротко о проблемах стандартизации. Поскольку я стандартами занимаюсь очень плотно в последнее время, то хотелось бы заметить, что у нас основной стандарт PKI до сих пор есть официальный перевод, который сделал сам Международный союз электросвязи. Это версия 2007 года. У нас она появилась на русском языке в 2011 году. Я вам докладываю, с этого времени этот стандарт уже правился много-много раз. И история вот развития... Я преподаю просто в МГТУ имени Баумана уже десятый год сервисы безопасности на базе PKI, у меня курс такой. И, естественно, я начинаю с истории PKI. Вот приходится это все рассказывать и студентам, к сожалению великому. Вот. Х-842. Официального перевода до сих пор нет. Мы говорим про третью доверенную сторону. А на чем мы строим это? То есть, международный опыт мы просто отметаем, делаем то, что нам более просто реализовать сейчас. И мы это облекаем, значит, в нашу нормативную базу. Наверное, этот подход тоже должен обсуждаться. И, возможно, ну, хотелось бы, чтобы что-то изменялось. Ну, дальше. Стандарты по защите персданных. Значит, поскольку мы имеем дело с цифровым профилем, он состоит из идентификационных атрибутов. Это наши персданные. Хотим мы это, не хотим. Это все очень сильно связано между собой. И у нас всего два стандарта из международных, которые в ИСО уже утверждены, переведены на русский язык. Ну, там часть доработана, часть не доработана. Но это вот такое соотношение. Один к десяти. Понимаете? Ну, мы здесь отстаем, на нас смотрит так вот мировое сообщество с улыбкой. Там типа ребята. Ну и так далее. Значит, выводы какие? У меня время уже закончилось, поэтому хотелось бы, конечно, многое с чего сказать. Но выводы такие. На мой взгляд, единое пространство доверия к сертификатам, ключа проверки электронной подписи построено в целом. А единое пространство доверия к электронным документам, чтобы юридическая сила была, мы еще не построили. Это вот мое личное частное мнение. Что не доделано, готов рассказывать и рассказываю это дело с 2005 года. Я посмотрел историю, когда готовил документ, я об этом рассказываю, рассказываю, пишу статьи, значит, но как-то вот у нас движется все не очень быстро. Ну и последнее, значит, вот по связи все-таки с экспертным сообществом. У нас единственное ведомство, это Федеральная налоговая служба и лично Мишустин, который вот еще работая в гневце ФНС, привлекал экспертов. И работая, когда министром, экспертное мнение там выслушивалось. И даже его преемник продолжает эту политику. Мне бы хотелось, чтобы все наши ведомства занимались, брали этот пример. Спасибо за внимание.